в этом виде настройка плагина лид формы форма сбора заявок в деви page builder мы с вами движемся дальше меня зовут федор васильев в прошлом видео мы с вами делали подвал я показал как делать сквозной подвал я показал как делать разного дизайна подвалы для разных страниц если это потребуется также в подвале у меня по моему демо сайту расположены лид форма значит в этом видео я о ней и рассказываю форма достаточно мощная минимальные поля можно указать видите email там телефон сообщение есть возможность прицепить политику конфиденциальности небольшая капча и отправить в нашем же случае у меня формы нет перехожу в админку своего сайта перехожу 9 тем builder и перехожу в настройки подвала и соответственно здесь уже я добавлю плагин формы причем здесь есть два плагина я опять сейчас неправильно вам показал это у нас подписаться то есть этот плагин работает с различными сервисами это если вы хотите вести mail маркетинг на сайте возможно позже этот плагин рассмотрим поэтому я данный плагин отсюда удаляю то есть вот увидите напишите переводить абсолютно ужасный да и вот контактная форма вот эта форма как раз таки мне и нужно изначально она выглядит вот так компактно для небольших задач этого нам будет достаточно единственное у меня копирайты выше находится а форма в самом низу поэтому я ее перенесу давайте вот так вот сделаю теперь возвращаемся в настройки формы причем сразу хочу сказать что форма адаптивный дизайн имеет вот смартфон а вот планшет и вот смартфон то есть здесь проблем не будет можете об этом не переживать да я зашел не все настройки вот сюда заходим вот у нас три поля name email и месячь сообщение то есть если вы хотите оставить только имя email вы можете нажать на эту корзинку таким образом вы видите удалить поле сообщения ну я верну поле назад соответственно можно и дублировать эти поля и зайти в настройки настроить данные поля ну давайте в принципе начнем с настройки то есть а иди поле name пускай так и остается вот здесь я рекомендую просто имени оставлять а нужно прямо написать то есть чтобы написано видите ваше имя то есть вот я написал введите ваше имя это будет более правильно дальше опции поле вид поле то есть у нас просто поле ввода здесь можно поле поменять электронного адреса но у нас уже это поле здесь есть текстовая область этот это большой будет полить текстовую область поле для флажка этот checkbox и позже рассмотрим кнопки переключения то есть это радио кнопки и выпадающий список это те поля которые мы можем добавить в нашу форму если у нас такая более сложная форма здесь мы поля с вами не трогаем минимальная длина поля оставьте 0 чтобы удалить ограничение то есть вы можете задать вот здесь в этом поле минимальное число значений то есть надо будет порог этого значения преодолеть написать например больше символов как я понимаю или система не пустит отправить эту форму и также можно указать максимальную длину здесь и такие вопросики многие здесь подсказки переведены на русский язык полезно их читать дальше можно выбрать допустимые символы в это поле дальше обязательно или поле если поставим нет человек сможет пропускать это поле и отправлять форму введите ваше имя и mail можно сделать обязательными дальше условная логика здесь в этом поле в условной логике возможно придется посидеть попробовать поэкспериментировать возможно вначале вам будет это непонятно я покажу на примере одного момента если мы это включаем здесь выбираем связать то вот здесь у нас будет доступна те поля которые у нас уже есть форме то есть это с электронный адрес вот электронной почты и сообщение то есть это поле для ввода сообщения то есть здесь условная логика это взаимодействие полей и покажу наглядно на одном примере что за взаимодействие смотрите я хочу взаимодействовать поле ней с вводом сообщения например тогда выбирая здесь сообщение и здесь вы можете выбрать такой момент не пусто-пусто содержит меньше больше чем равно и так далее и наглядно как это будет если я выбираю например не пусто сохраняюсь иду на сайт что происходит одного поля нет именно того поле куда мы вводим имя мл например заполнили это неважно в данном случае на сейчас это не имеет отношения у нас взаимодействие именно с полем ввода сообщений как только я начинаю там что-то вводить у меня появляется поле имя то есть это взаимодействие полей все я могу писать и могу написать имя но как только я удалю текст из сообщения поле опять скрывается в каких-то случаях подумайте где это может быть применимо или другой вариант например выберу пусто сохранюсь в данном случае поля мы видим изначально можем имя заполнить запомнить электронную почту но если я начну заполнить поле сообщения в этом случае наоборот исчезает поле имя вот подумайте где это может быть применим но я показал лишь два примера причем таких правил видите по плюсику можно добавить разных вариаций даже не знаю для каких случаев это может подойти но я так понимаю можно создать достаточно серьезную форму за счет этого плагина и так я связь выключаю это я выключаю дальше ссылка при нажатии модуль будет ссылаться на этот url здесь можно писать url открыть в новой вкладке и использовать динамический контент например ссылаться на домашнюю страницу но я попробовал в моем случае никуда мне не перенаправила непонятно работает ли это функционал или нет дальше фон здесь все понятно это просто дизайн фона причем за самим полем вы видите вон там покрасил желтым а то же самое здесь у нас опции в мл если зайдем здесь у нас с вами вид поле видите электронная почта дальше я тут не объясняю здесь все то же самое ниже опции текст можно писать заголовок выше формы я его написал но его не видно надо настроить его дизайн сообщение об успешном завершении то есть когда у нас форма отправляется здесь подсказки это написано если вы ничего здесь не впишите автоматически на русском языке там дефолтное сообщение будет показано кнопка отправить укажите текст на кнопки отправить то есть вот нас просто отправить можно заменить например заказать вот видите у меня заказ кнопка появляется кстати дизайн кнопки можно настроить как в отдельности так и настроить общий дизайн всех кнопок чтобы они выглядели одинаково в самом шаблоне деви я позже до этого дойду в следующих видео с текстом здесь закончили дальше у нас идет электронный адрес видите адрес электронной почте на который будут отправляться сообщения но вы должны понимать что сейчас я на локальном хосте отправить проверить я протестировать от не смогу на хостинге должно работать здесь нужно указывать привязанную почту к вашему домену на обычную почту скорее всего доставляемость не произойдет шаблон сообщения можете ничего здесь не писать это шаблон уведомлений здесь подсказки показано что вы можете использовать айди полей как подсказано здесь то есть каком виде на почту вы будете получать сообщение то есть от того что ввел человек в поле имя в электронную почту и сообщение дальше у нас элементы captcha защитный код пока у вас нет спама не сыпется я предлагаю на рабочем сайте вообще captcha отключить потому что это captcha на так сказать мешает конверсии если только вас спам начинает мучить вы можете попробовать включить эту captcha если она будет спасать как правило используется на всех сайтах captcha от google а давайте временно и и отключим прикольная опция следующие перенаправление активировать url перенаправление здесь вы можете указать страницу например заготовленную страницу благодарности после отправки человек автоматически перенаправить на заготовленный url это работает это прикольно дальше по настройкам фон можно настроить дизайн то есть за нашими полями также вы должны понимать что в расширенных настройках вы можете прятать любой контент на вкладке видимость например отключить на телефоне то есть чтобы не отображался эта форма и это можно сделать в любом плагине дальше переходим на вкладку дизайн мы писали здесь текст над формой при наведении мыши смотрите на вот эти вот поля подсвечиваются витязь голубой рамкой говорят о том что здесь находится настройки дизайна того или иного элемента соответственно вот этот текст сразу делаем белым вот увидеть этот заголовок над формой здесь думаю это понятно соответственно поля видите поля закрашиваются вот если надо сделать обычно бывает они такие немножко желтоватые то есть вот так вот чуть желтые думаю здесь я углубляться не буду в детали по настройке дизайна я думаю здесь вы сами разберетесь я хотел поговорить про дополнительные поля то есть возвращаясь в контент нажимаю по плюсу айди поле можете на английском языке все что угодно написать видим что поле размещается у нас ниже в самом поле написано новое поле текст можете задать здесь дальше опции вот здесь как раз таки самое важное поле ввода это обычное поле ввода поле электронной почты текстовая область и поле для флажков вот если я это выбираю смотрите вот как она меняется видите новое поле здесь можете написать все что угодно например поле 1 это если нужно форме использовать чекбоксы да можно даже сразу сделать зажатым видите птичка стоит по умолчанию чтобы уже был выбор здесь на ваше усмотрение дальше за этом можно перетаскивать данный элемент если их надо местами поменять то есть вот так по плюсу до добавляется еще одно поле например то поле 2 вот вы видите да то есть выбор чтобы человек мог выбрать над полями мы видим дополнительные элементы ввода ссылки текст ссылки не знаю зачем это нужно надо смотреть дальше есть поле дубликата и корзинки то есть вот так вот можно просто продублировать вот их несколько поменять им название и выбрать обязательное ли это поле нажму на галочку допустим это применили да можно менять местами вот так вот поля вы тоже должны понимать и посмотрим еще несколько вариантов кнопка переключения но это радио кнопка то есть вот так вот я дублирую здесь не буду углубляться то есть это одиночный выбор то есть человек может выбрать что-то одно из такого списка и посмотрим еще один вариант это не спадающий список например а что-то здесь написал я сделаю несколько дубликатов здесь в режиме редактирования не видно я сохранюсь чтобы вам показать уже прямо на сайте как это работает обновляю страницу вот не спадающий список это просто видите вот тут галочка и мы делаем какой-то выбор из этих поле здесь только радио кнопка то есть одиночный выбор здесь может быть несколько выборов одновременно это мог быть разные критерии вашей форме да если таковые имеются моем случае я все лишние поля удалю если вас плагин деви page builder заинтересовал вы можете приобрести его по ссылке в описании к этому видео покупая плагин деви таким образом вы поддерживаете меня на этом видео я заканчиваю и увидимся с вами следующим